Братья, да, это классно, что это родственные связи, это же они вам говорили таким языком живым, не духовным, а живым, вот этим земным. Я брат, родственник, душа близкая. Аллилуйя, спасибо. Ой, я постараюсь еще рассказать об этом, ну, уже, может, в следующем случае, не знаю, как. Жить. Да, потому что я до сих пор переосмысливаю все это, честно говоря, до сих пор думаю. Недавно огоравлений у меня не было, я вам рассказывал, что, ну, читал послание Д. Христианам, там написано, что одержаться в полную зброю Божьего. И там член спасения, духом, и этот самый, взятие, щит веры, яким зможете угостить все распеченные стрелы в Укалово. И вот я так представил, стоишь, стреляют, что я там, когда ты читал книжки, что раньше щиты были из кожи, из кожи, из кожи, из кожи, из кожи, там, вот типа, как это, в индейцах, из кожи, из кожи, и так далее, и так далее, и это самое, и это, дьявол стреляет, и вот это, ты, отбиваешься, и так далее, вот это. А Бог напомнил друге, друге, місцеписание, что, сейчас, сейчас вспомню, что, сейчас это, слово Божье крепкая башня, нет, слово Божье, имя, имя, имя Бога, крепкая башня, пишите право, да, да, крепкая башня, имя Бога, ага, крепкая башня, и я вот сын Божий, вот я сын Бога живого, и я в этом, вот допустим, читаю это, вот в Галахан, он говорит, это четвертая глава, что вы сыны Божьи, я читаю, в этом утверждаюся, и я вроде строю башню, рядок за рядком, рядок за кирпич, за кирпичом, и вот, вот как у этих самых на Кавказе, вот эти эти самые, вот эти башни, да, да, и уже, вот, имя Божье, крепкая башня, когда я сыновство принимаю полностью, что я сын Божий, или дочь Божья вы принимаете, когда я сын Божий, я построю эту башню, и мне уже надо бегать за этим ножом, щит Strder 맞는 меня, вот это всё, вот ты Вася. Т.К. С Hammont 90-й, дед. Да я сижу с семилом, наслаждаюсь мне, а он мне говорит, я ему pequeño purg околь, а он уп угол. Но я помню, от чего Филиппа сказал «Истинный еврей». Ага, да. Да. Бо ведь с этим пентегромом, молнився, наслаждался, хотя это же естинный єврейский это выставит attack этот женщин себе. Да, это правильно, да. Для kalaharita. Да. Это мы занятость синод Persianий, Синовство так просто не проходит один раз, читаешь, местописание, он уходит, надо убивать щитком, надо вот эти камушки раз на раз положить по кругу, а он стреляет, а потом уже выстрелит. Аминь, аминь, аминь. Аминь, аминь, аминь. 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 уникальность именно Нового Завета, что ни в одном седуле, можно так сказать, ни в одном еврейском молитвослове не могло прозвучать именно вот это вот Ава. А Виру, да, Отец. А Ава, папочка, папуленька, такого не было. И Дух Святой, живущий в нас, да, поселяется в нас. Хотя, есть понимание, что в школе Шамая, допустим, вот один из учителей Израиля, вот тех времен, было понимание Ава, но, значит, да, но, это лишь отличная встреча с Богом, а личное переживание с Богом, возрождение свыше. Иисус Никодима беседовал, он сказал, что ты один из учителей Израиля и разве этого не знаешь? То есть Иисус, говоря о рождении свыше, он не говорил, что вот я принесу тебе новое учение, которое вы не знали никогда раньше. Он говорит, да ты должен это знать. И в то время это обсуждалось в таких, ну, будем так, кругах иудаизма. В школе Шамая, в школе Гилеле были просто разные воззрения на эту тему. Значит, ну, это отдельная тема. Вообще, школа Шамая, чем она отличалась? Вот, Иисус как раз, он всю жизнь, большую часть жизни прожил, значит, в Назарете, Назарет, значит, и в той местности в основном, как раз, люди держали школу Шамая. Значит, да, значит, не школа Гилеля. Значит, Иерусалим, школа Гилеля в основном, да. Вот, значит, но школа Гилеля, она больше говорила о формальности. Как бы, допустим, я родился от своих еврейских мамы и папы, да, или я прошел Гилю, стал, значит, евреем, да, значит, я кошерный, я, значит, исполняю заповеди, я стараюсь исполнять, как бы, и это уже достаточно, как бы, уровень считался. А в школе Шамая говорили, что это ничего-ничего не значит. Может быть, кошерным, значит, и обрезанным, и все, значит, но пока ты не родишься, сызно, не переродишься духовно, вот, но имелось в виду отличная встреча с Богом. Но, опять-таки, до Христа, до Иисуса, до Мессии, здесь в этом вопросе было больше вопросов, в этой теме, больше вопросов, чем ответов. А Христос уже открыл все карты, как бы, он рассказал все, как есть вообще. Хотя до сих пор это таинство на самом деле является. Но самое основное, что Он Бог, наш Отец. И Господа Иисуса Христа, Он пишет, «Благодарим Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде, на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали, в истинном слове благовествования, которое пребывает в вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божией в истине, как и научились от ипофраса возлюбленного сотрудника нашего верного для вас, служителя Христова, который и известил нас о вашем любимом духе. Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись исполняли, исполнялись познанием воли его, во всяком, во всякой премудрости и разумении духовном. Вот я так рассуждаю, что молиться, вот, друг за друга, это архиважно, это очень важно. И молиться, вот, именно, вот, именно в первую очередь об этом. И я прошу Бога сейчас тоже, вот, молюсь о том, чтобы, вот, словами Павловыми, чтобы, значит, и вот те, кто был там с Павлом, тогда, значит, в команде этой апостольской, такой, да, они молились за, вот, колотян, за всех святых этих в колоссах. И молюсь тоже о том, чтобы, вот, Господь, значит, молюсь и о вас, вот, братья и сестры, да, тоже, значит, молюсь за всех, будьте здоровы. И прошу, чтобы вы исполнялись познанием, познанием воли Его. Вот сегодня, что мы слышали, да, допустим, что же, как бы, не познание воли Его. Это познание воли Его. Во всяком, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего нас, ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, которое есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы, господствовали, начальствовали, властили, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего и все им стоит, и Он есть глава, тело церкви, Он, начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью Креста Его и земное и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными. Я подчеркну. Святыми и непорочными. и неповинными написано перед собой. Святые и непорочные и неповинными перед собой. Если только пребываете тверды и непоколебимы, а мы будем пребывать тверды и непоколебимы, Аминь. И не отпадайте от надежды благовестного Ани, которое вы слышали, которое возбещено всей тваре поднебесной, которого я, Павел, сделал со служителем. Мы не отпадем, будем говорить это постоянно. Павел возглашает истину, Аминь. И дальше Павел пишет, подытаживая, ныне радуюсь страданиями моих за вас. Он был в гонении в то время, в очень жестком гонении. В плоти моей скорби Христова за тело Его, которое из церковь, которое сделался я служителем по домостроительству Божьему, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье. Тайну, вот как раз с чего сегодня начинал читать-то я, тайну, он пишет, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Богу показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, то есть для всех народов, которое есть Христос вас, упование славы. И далее вот это вот исповедание, как раз которое очень просто, не знаю, вдохновляющее действительно, которого мы, то есть Христа, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая, сегодня мы вразумлялись, и вразумляемся, и научаемся чем всякой премудрости, чтобы представить всякого человека, вот, и всех нас собравшихся здесь, да, совершенным во Христе Иисусе, и он пишет в конце, вот этажем тоже, для чего я и дружусь и подвязаю силу его, действующую во мне могущественного, Аминь, подвязается этой силы, то есть не своей силой, а силою Божией, действующую во мне могущественного, когда она действует, когда Божье слово проглашается, когда мы вере возрастаем, когда мы не просто там баснем, баснем последуем, суевериям каким-то, а сказкам, да, рассказкам всевозможным, колокам и прочее, Хай Бог есть сила Божия для спасения всякому верующему, во-первых, иудеи, потом иэлию, да, и сила Божия, есть сила Божия, Аминь, и я еще раз обсуждаю, что и мангрии сила Божия для всех, и тому, кто проповедует, и тому, кому проповедует, и не поймешь, кому сильнее нужно это все, действительно, потому что это действительно сила Божия для всех, слава Иисусу, спасибо Господь за этот добрый день, спасибо за наше общение, спасибо за то, что ты сведи нас, сейчас, Духом Святым Своим, и тайна, величайшая тайна, в которой мы живем, это тайна Божья, святая Твоя тайна, Христос, в нас упование и слава, Боже, спасибо Господь, что Духом Святым Ты поселяешься в сердцах наших, и живешь, и царствуешь, слава Тебе, Боже наш, Боже всемогущий, благодать пусть Твоя Господь, благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа прибудет со всеми нами, аминь, пусть Господь мир твой, благодать прибудет Господь, и в нас, в наших домах, Господь, Боже, в этом разумении, в этом нашем исповедании, Господь, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, благослови Господь народ свой миром, шаломом своим, во имя Иисуса Христа, Да благословит Тебя Господь, и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь, светлым лицом своим, и помилует Тебя, да благословит Господь, да благословит Господь, лицо свое на Тебя, и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа, Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог патриархов и пророков, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого, Твое есть царство, и силы, и слава, во веки аминь. Отец, благослови народ Свою миром, нас, дочерей, сыновей Своих, семью Свою, благослови, и я благодарю Тебя, что Ты любишь всегда, нас, каждого из нас в отдельности, Божьего и всех нас, Ты любишь всегда. Благодарю Тебя, что Ты искупил нас, искупил меня, искупил всех нас, наш брат Иисус Христос. Благодарю Тебя, что Ты всегда с нами, Ты всегда сущий, с нами, Божий Святой Дух, спасибо, Господь, благослови, Господь, и пусть наши уста, Господь, если они в прежнем нашем, Божьем, бытии, Господь, они порой вещи неправильные, говорили, Господь, то сегодня, Господь, действительно, наши уста говорят истину во Христе, неугуд, провозглашают Слово Твое, жизнь Твою, Господь, провозглашают благословение, Господь, во имя Христа Иисуса, слава Тебе, Господь наш, Бог великий, Бог всемогущий. Благодарю Тебя, Господь, за это собрание, за Твое блаженное и святое присутствие, за то, что Ты, Господь, преломил сегодня с нами этот хлеб жизни, Господь, благодарю Тебя, Святой, великий Бог наш. Аминь. 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 Хух, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Богу. Абуды я пойду, с Роман Трекущий. Аминь. Аминь. Скажем, все, был или нет, директора станет. Дождь, Кущий. Да, слава Богу. И сегодня подключайтесь, я буду выходить онлайн, прямо в эфире, в 17.00 договорился, так вот, ну, я постараюсь вообще постоянно выходить, так вот, там интернет хороший, скоростной, позволяет, я поэтому буду стараться всегда выходить, вот, в сеть, вот, и делиться, вот, пережитым, делиться, вот, пережимаемым, да, и жду ваших тоже, вот, ну, в комментариях, там, значит, там, откровений, там, прочее. Пусть Бог благословит всех нас, да, и видео выставлю, постараюсь прямо сейчас же, уже выставить, слава Богу. Прикоснится, нормально, просто, прикоснится. Обнимашки. Да. Погнал «Благодарю». Погнал «Благодарю». Погнал «Благодарю». Спасибо. Да. Ну, классные. Спасибо, спасибо, очень рада вас. Слава Богу. Аминь, я... Погнал «Благодарю». Да, слава Богу.